Это «Маланка. Регионы». Напоминаем вам про лайки и комментарии, которые помогают распространить наши выпуски для большей аудитории. Именно с вашей помощью узнать происходящее в самых удаленных уголках нашей страны может большее число зрителей. Жительница деревни Кахоновка, Сиповческого района Могилевской области, записала видеообращение к нелегитимному, потеряв надежду решить возникшие проблемы другим способом. Ксения Палаш переехала в деревню несколько лет назад. Женщина планировала профессионально заниматься личным подсобным хозяйством, для чего местные управленцы пообещали ей выдать в аренду землю и всецело поддержать. Но когда дошло до дела, оказалось, что примыкающую к ее участку территорию уже отдали местному колхозу. И хотя земля проросла бурьяном и не используется, отдать ее Ксении не могут. Предложенный участок замен должны были оформить в аренду еще в мае, но до сих пор вопрос так и не решен. Причины задержек, естественно, не озвучиваются. Тут нужно отметить, что по закону любой житель сельсовета может попросить до 4 гектар земли в аренду для развития подсобного хозяйства. Причем 1 гектар может быть получен как наследуемое владение. Но это на бумаге. По факту почти 2 года боданий с чиновниками не привели ни к чему. А теперь появилась и еще одна проблема. В соседнем агрогородке ликвидировали детский сад. Чтобы добраться до ближайшего, нужно либо иметь личный автомобиль, либо полдня ехать на автобусах, делая несколько пересадок. Из-за этого уже есть жители, которые приняли решение перебираться в Осиповичи. А значит, деревня начинает умирать. И третья проблема, которая также сильно влияет на функционирование личного подобного хозяйства. Плохой интернет, покрытие региона. Из-за отсутствия хорошего интернета Ксения не может подключить автоматизированные системы снижения за температуры в инкубаторах, поилки для птиц и многие другие инновационные технологии. Что тоже ставит под вопрос развития деревни и ее будущее. Так называемые власти ликвидируют еще одну крупную польскую общественную организацию. Репрессии против польско-матишкольного начались еще в 2021 году. Причиной якобы стала незаконная деятельность в сфере образования. За эту организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей, а налоговая инспекция параллельно насчитала еще 500 тысяч неуплаченных налогов. Польская матишкольная – одна из старейших польских организаций в Беларуси. Она работала с 1995 года и занималась образованием. С 2011 школа имеет собственное здание на улице Городничанской в Гродно. При организации действует общественный лицей для изучения польского языка, истории и культуры, библиотека, университет третьего возраста для пожилых людей, женский клуб «Городнянка» и другие кружки инициативы. Она считается крупнейшей польской общеобразовательной школой в мире по количеству учащихся. Напомним, это не первый случай давления на польские учреждения образования на территории Беларуси в последние годы. В этом году школы Гродно и Волковыска, в которых раньше был польский язык обучения, полностью перевели на русский, оставив для изучения польского языка и литературу всего один час в неделю. Два священника покинули монастырь в Свято-Успенском монастыре в знак протеста. О том, что в Жировичах начались репрессии против проявлений белорусскости, рассказывает издание часопис.пл. По информации журналистов, виновата произошедшим игумения Гавриила. Будучи настоятельницей женского спаса Преображенского монастыря в Гродно, она приказала уничтожить богословские и литературно-художественные листовки «Жировицкая обитель», которые редактирует монах-поэт Олег Бембель, известный под псевдонимом «Изнич». Тираж обители составляют от 50 до 100 тысяч экземпляров и раздавался верующим. В итоге два молодых священника, которые не согласны с такими действиями, покинули Жировицкий монастырь. Игумения Гавриила давно известна своей антибелорусской позицией и ксенофобией. На одном из форумов она оскорбила белорусский народ, назвав белорусов сектантами, толпой безумцев и стадом. В сентябре 20-го, во время протестов, после фальсификации президентских выборов, она выступила на провластном женском митинге за Беларусь. Со сцены она называла участников протестов сумасшедшими и оскорбляла белорусские исторические национальные символы. Она неоднократно приветствовала избиения и убийства митингующих, регулярно благословляя силовиков на такие действия. В Карменском районе за год дважды назначили новых руководителей хозяйств, но каждый раз они начисляли себе надбавки и премии при мертвых показателях. По сообщениям так называемой милиции, первым попался главный агроном хозяйства, который с сентября прошлого года, по началу февраля этого года, исполнял обязанности директора. Все это время он регулярно устанавливал себе надбавку за сложность и напряженность в работе. Правда, отсутствие роста показателей сказалось на размере премии, поэтому за полгода мужчина смог приписать к зарплате всего 800 рублей. В начале февраля на должность директора назначили главного зоотехника. Мужчина тут же установил себе аналогичную надбавку. Правда, оказался более жадным, чем его предшественник и за три месяца совершил хищение почти в 2500 рублей. Кроме этого, он подписывал приказы об установлении доплаты специалистам хозяйства, в результате чего колхозу был причинен ущерб на сумму свыше 21 тысячи рублей. К сожалению, так называемые правоохранители не раскрывают, откуда брались такие суммы на премии, если предприятие не приносило прибыли. А этот момент мог бы раскрыть многие тайны в жизнедеятельности белорусского сельскохозяйственного сектора. Друзья, напоминаем вам про наши инстаграм и телеграм, где мы также рассказываем про самые яркие и важные события в стране и за рубежом. Ну и, конечно же, качайте наши приложения в App Store и Google Play. Достаточно ввести кириллицы и словосочетания Malanka Media, скачать и пользоваться даже на территории Беларуси без VPN. Ну и не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать и делиться с нами информацией через наш анонимный чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и Жыве Беларусь!